Искусственное осеменение спермых ряков собственного производства Сперма всегда в вашем распоряжении, сперму можно получить тогда, когда она должна использоваться Свежая сперма содержит наиболее высокое количество сперматозоидов, до 2,5 млрд в одной порции Более интересная работа в отделении осеменения Возможность лучшего контроля на протяжении всего процесса, например, при наличии микроскопа и использовании спермы собственных ряков, можно проверять качество спермы непосредственно перед ее использованием Текущее сотрудничество с вашим консультантом по искусственному осеменению способствует выполнению работы на более высоком профессиональном уровне Использование спермы от собственных ряков экономически выгодно Хряк производит до 500 мл спермы за один заход Эта порция разбавляется на множество порций в зависимости от густоты и качества спермы Поэтому важно подготовить правильную жидкость для разбавления Мы с этого и начинаем Разбавитель делается из BTS-порошка, который поставляется в герметичных пакетах по 250 г В состав порошка входит, кроме прочего, антибиотик, который предохраняет сперму от нежелательных бактерий 250 г BTS-порошка разбавляют в 5 литрах воды, точно, либо дистиллированной, либо деминерализованной стерильной воды После растворения BTS-порошка емкость нужно закрыть Рекомендуется написать на емкости дату изготовления разбавителя Таким образом, всегда можно определить срок изготовления и отличить эту жидкость от обычной воды Важно тщательно потрясти емкость для полного растворения BTS-порошка Однако, разбавитель еще не готов Емкость с разбавителем нужно переместить в другую емкость с теплой водой Температуру воды в большой емкости нужно заранее довести до 36 градусов Это способствует полному растворению BTS-порошка и стабильному показателю pH Емкость с разбавлением должна находиться в теплой воде в течение одного часа Пока разбавитель находится в воде, готовим хряка для взятия спермы Нужно подготовить теплоизолирующую емкость, когда будет отбираться сперма, например, коробку из пенопласта Важно, чтобы температура спермы не сильно понижалась во время или после ее отбора В коробку помещается пластиковый пакет Пакет нужно проверить на цельность, набрать туда воздуха и закрутить Пакет нельзя надувать Важно не прикасаться к внутренней стороне пакета Нужно соблюдать чистоту Верхнюю часть пакета нужно тщательно завернуть на стороны коробки Затем положить две штуки марли на открытую часть коробки Марли укладывать, используя края ткани, не трогать ее в той части, которая закрывает коробку Марля фиксируется широкой резиной Нам нужны две перчатки для отбора спермы Перчаткой нужно сделать углубление в марле по центру коробки Мы готовы к отбору спермы Важно, чтобы поведение рабочего было спокойное и уверенное Хряк должен чувствовать себя удовлетворенным и в безопасности Когда хряк ведет себя спокойно, обеспечивается ему доступ к козлу, так называемому фантом Хряка можно подвести к загону, где находится козел Или установить козла непосредственно в том загоне, где находится хряк Важно отметить, что хряк должен сам определять скорость происходящего Дайте ему время и ласкайте его Хряк знает, что такое козел Когда он чувствует себя готовым, он сам на него запрыгивает Во время ожидания нужно одеть обе перчатки на ту руку, которая будет собирать сперму Сначала нужно очистить содержание кожного мешка на конце пениса хряка Там обычно находятся остатки старой мочи Ее нужно убрать После этой процедуры нужно снять наружную перчатку Таким образом, на руке остается только одна чистая перчатка, которая будет использоваться для отбора спермы Хряк сам выдвигает свой пенис Ваша задача захватить пенис, удерживая его за конец Теперь нужно его зажать, достаточно сильно Именно ваше зажатие вызывает экуляцию хряка Первые капли спермы сцеживаются на пол В них не так много сперматозоидов Таким образом, мы также очищаем мочевой канал от нечистот Важно непрерывно сильно сжимать конец пениса у хряка Весь процесс занимает довольно продолжительное время Когда поток спермы становится непрерывным, подставляем коробку для сбора спермы непосредственно под руку, чтобы сперма охлаждалась как можно меньше Важно, конечно, наблюдать за спермой, правильного ли она цвета, есть ли в ней кровь Однако также важно держать коробку как можно ближе к потоку спермы, чтобы сперма не охлаждалась Отбор спермы у хряка занимает время Поэтому при этом хорошо сидеть на небольшом стульчике Для отбора спермы необходимо терпение, а также спокойная и расслабленная обстановка Важно дать хряку полностью закончить отдачу спермы Тогда в следующий раз хряк будет более расположен для этой процедуры Сперма содержит желтообразные комочки, поэтому мы фильтруем сперму с помощью марли Количество желтообразных комочков в сперме индивидуально для каждого хряка После отбора относим сперму в лабораторию Теперь нужно ее подготовить Сначала осторожно снимаем марлю, чтобы комочки и другие нечистоты не попали в сперму Пластиковый пакет закрывается в верхней части и вынимается из коробки Проходим первую зрительную оценку спермы Сперма может иметь консистенцию, начиная от молочных сливок и заканчивая обезжиренным молоком Это зависит от плотности спермы Если сперма красноватая, значит она содержит кровь Такую сперму выбрасывают Если сперма желтоватая, значит там может быть моча Такую сперму тоже выбрасывают Нужно также проверить запах спермы Качественная сперма не должна иметь плохого запаха Мы должны быть уверены в оптимальном качестве спермы Пока мы изучаем сперму под микроскопом, вся порция спермы помещается в термобокс Берем чистое стекло для микроскопа С помощью трубочки, которая отбирает маленькие порции спермы, капаем каплю спермы на стекло под микроскопом Сверху кладем еще одно стекло, чтобы капля спермы растекалась между двумя стеклами Теперь можно делать анализ спермы Прежде всего мы смотрим на активность сперматозоидов Затем мы смотрим, есть ли испорченные сперматозоиды Дефекты сперматозоидов выглядят как маленькая черная точка на хвостике сперматозоида или на его головке или возле нее К дефектам также относятся поврежденные или завитые хвостики сперматозоидов В каждой порции спермы есть дефектные клетки Нам нужно выяснить, какая часть спермы повреждена Сперма считается отличного качества, если 90% сперматозоидов требуемого качества Сперма, где 70-80% сперматозоидов хорошего качества, также может использоваться Однако, если качество ниже 70%, то есть менее 7 из 10 сперматозоидов отвечает требованиям такую сперму выбрасывают Далее нужно взвесить сперму и зарегистрировать данные о ней в регистре хряков Вес спермы будет необходим также и при следующем разбавлении Отмечаются данные о качестве спермы В фотометре проверяем плотность спермы Это нужно для расчета ее разбавления Аппарат включает и устанавливают на ноль Теперь он готов для измерения Устанавливаем маленькую четырехугольную стеклянную емкость в прибор Нужно проверить, чтобы она была повернута в правильном направлении Берем чистую пипетку 2,7 мл Надеваем ее на большую резинку Отбираем пробу разбавителя объемом 2,7 мл Проба разбавителя помещается в стеклянную емкость в приборе Нажимаем кнопку R Аппарат устанавливается на ноль в отношении нашего разбавителя Берем маленькую чистую пипетку и отбираем 0,3 мл спермы Пипетка сама отмеряет нужное количество Проба спермы добавляется к разбавителю в четырехугольную емкость Затем вынимаем емкость из прибора Зажимаем между большим и средним пальцем И несколько раз встрясываем, чтобы смешать разбавитель со спермой Емкость снова устанавливается в прибор Теперь мы готовы измерить плотность спермы Нажимаем на красную кнопку T Через несколько секунд прибор показывает результат на экране В данном случае 1,34 Теперь нужно использовать расчетные таблицы Которая гарантирует, что каждая порция спермы Содержит минимум 2,5 млрд сперматозоидов Результат прибора проверяется в белой колонке таблицы Цветные колонки таблицы используются в зависимости от качества спермы 90%, 80% или 70% Данная сперма имеет качество 90% Поэтому мы смотрим на данные зеленой колонки Результат 6,29 Эта цифра делится на вес спермы В данном случае 316 г Результат деления равен 50 Это значит, что из данной отобранной спермы Мы можем сделать 50 порций семени объемом 100 мл каждая Записываем результат в регистре хряков Теперь нам нужен наш разбавитель Емкость которой находится в воде Нужно еще раз потрясти емкость для гарантии того Чтобы BTS-порошок растворился, а не осел на дно Берем пакет Unibag В данном случае на 5 литров И помещаем его в держатель над водой Так мы можем без препятствий наполнить его разбавителем и спермой Мы делаем 50 порций по 100 мл каждая Всего 5000 мл Сперма занимает 316 мл Значит, нам нужно 4,7 литра разбавителя Отмеренный объем разбавителя наливается в пакет, который установлен в держателе над водой так, что жидкость в пакете будет находиться в теплой воде Важно сохранять заданную температуру Вынимаем пакет со спермы из термобокса Крепко держим за открывающийся конец, чтобы жидкость не вылилась через это отверстие Открытая часть пакета может быть загрязнена Поэтому мы делаем отверстие в нижней части пакета и выливаем через него сперму в большой пакет Теперь нужно снова проверить качество сперм Сперма разбавлена и нужно проверить, повредилось ли качество семени во время проведенных процедур С помощью новой чистой трубочки берем новую пробу разбавленной спермы Помещаем ее на новое чистое место на стекле микроскопа и накрываем сверху новым стеклом Да, сперма в порядке Она значительно более разбавленная, однако качество сперматозоидов остается в порядке Закрываем пакет специальной пластмассовой пробкой Сильно зажимаем отверстие пакета Когда пробка установлена правильно, ее невозможно снова снять Удостоверяемся, что разбавители спермы хорошо смешаны Кладем пакет на стол Нужно установить зажим и сделать отверстие для дозировки порции Пакет устанавливается на специальную подставку Краник должен быть свободным и правильно установленным Мы готовы к разливу разбавленной спермы по порциям Субтитры создавал DimaTorzok И мы готовы к осеменению Если в хозяйстве используется полуавтоматическое дозирующее устройство, тогда подставка для пакетов Пакет устанавливается возле дозировщика К пакету присоединяется шланг, на конце которого находится игла для наполнения Игла для наполнения устанавливается таким образом, чтобы она находилась внутри выреза пакетов для разбавленной спермы Дозирующая установка готова для дозирования Когда пакет с разведенной спермой наполнен, его передвигают вправо В этой части установки пакет герметически закупоривается И так продолжает до тех пор, пока не наполнится 50 пакетов, которые удалось получить от одного отбора спермых ряка Пакеты с разведенной спермой осторожно отсоединяют друг от друга, и мы готовы к осеменению Если пакеты с разведенной спермой не используются сразу же, тогда их нужно хранить в тепловом шкафу при температуре 17 градусов Это оптимальная температура хранения, когда сперматозоиды онемевают Мы подготовили материал для осеменения высокого качества Теперь важно правильно его использовать во время процесса осеменения Прежде всего мы должны быть уверены, что свиноматка находится в стабильном периоде охоты Нужно помассажировать свиноматку в паху, основательно понажимать ее на спине И когда мы уверены, что свиноматка в охоте, вводим катетер в шейку матки Важно ввести катетер в правильное положение в шейке матки Кончик пакета с разведенной спермой открывается, и катетер присоединяется к пакету Очень большое значение имеет стимулирование свиноматки Его нужно продолжать во время всасывания семенной жидкости Желательно присесть на свиноматку, до полного опустошения пакета, а еще лучше, еще немного и после этого Эта процедура требует больших затрат труда, но это очень важная работа Работа по стимулированию свиноматки может выполняться более эффективно Решение этого – стимулус, новый запатентованный стимулирующий аппарат Аппарат стимулирует свиноматку и одновременно держит пакет, емкость с семенной жидкостью в специально разработанном держателе, который устанавливается на штативе стимулуса Стимулус приводится в действие с помощью воздушной системы свинарника Отдел тестирования при организации датские мясокомбинаты в итоге обширного исследования пришел к заключению, что использование аппарата стимулус экономит до 50% затрат труда Кроме этого, свиноматки производят на 0,2 поросят на приплод больше, чем при обычном методе стимулирования Компания Унитрон разработала фильм с инструкциями об использовании аппарата стимулус Фильм можно также посмотреть на странице интернета компании Унитрон www.unitron.dk Консультант компании Унитрон всегда готов помочь советам и инструкциями по вопросам использования спермых ряков собственного производства А также по вопросам приобретения и использования стимулирующего аппарата стимулус Добрые взаимоотношения себя оправдывают, и компания Унитрон это знает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...